Друзья, всем привет, всем здрасте, с вами канал Изысканный Английский. И сегодня я бы хотел поговорить о том, с чего, собственно, надо начинать изучение английского языка. Это сначала сказал бы я вам, но есть один момент, на самом деле вы уже знаете английский язык, ну, естественно, не целиком, но какие-то знания у вас определенно есть. Например, вы знаете такие фразы, как the end, конец, или made in china, сделано в Китае. Ну и много-много международных слов, типа компьютер, футбол, ну, практически все названия видов спорта. Определенно какие-то слова вы знаете из песен. О переводе каких-то слов, или фраз, или даже предложений вы можете догадаться из контекста. Мы в русском языке говорим «у мальчика есть», а в английском языке это будет «мальчик имеет». «the boy», а дальше у нас форма «has». Почему «has», тоже объясню позже, так нужно, потому что третье лицо единственного числа, хишиит. «The boy has книгу». В английском языке нет склонений, спряжений, то есть никаких дополнительных окончаний не требуется, как в русском языке. «Книга», «книги», «книгу», «книге». В английском языке понадобится нам либо артикль, либо притяжательное местоимение. В данном случае нам потребуется артикль. «Книга» у нас будет какая-то, мы не знаем, нам не важно это совершенно, и получится. «The boy has a book». Таким образом мы составили предложение. Как читается слово? Сейчас очень легко найти в любом переводчике, в любом словаре электронном, там специальная кнопочка, нажали, прослушали, поняли. Более того, переводчики даже могут прочитать вам целое предложение или текст полностью. Очень удобно. Единственное, что на данном этапе развития, искусственный интеллект, они настолько развит, чтобы полностью правильно переводить предложение, поэтому, естественно, что касается перевода, то онлайн-переводчики пока что несовершенны. То есть доверять им на 100% нельзя. Ну, где-то процентов на 50, ну, может быть, 60. И то не факт. Сегодня мы поговорим про артикли, о которых я начал рассказывать в предыдущем видео. Сейчас я не буду углубляться во все тонкости и подробности этой темы, потому что данная серия видео рассчитана на начинающих или тех, кто просто хочет разложить все по полочкам. Итак, все, что вам нужно усвоить на данный момент, это то, что артикли делятся на две группы. Первая группа – это неопределенные артикли. Их два – «э» и «эн». И вторая группа – это определенные артикли. Он один. «The». Здесь все просто. То есть всего в английском языке три артикля. Еще нужны неопределенные артикли. Например, я хочу сказать. Я вижу машину. Я не знаю, что это за машина. Поэтому я скажу. I see a car. Артикль «э» произошел от слова «один» – «one». То же самое с артиклем «эн». Но почему их два? В чем разница? Слово «кар» начинается с согласной буквы, поэтому перед ней будет артикль «э». Все удобно произносится. Но если мы скажем. Я вижу, например, апельсин. То мы скажем «I see an orange». Неопределенные артикли используются только для существительных в единственном числе. «A car», «an orange», «a book», «a boy». Что касается определенного артикля «the», то здесь все несколько сложнее. Ну, для начала я скажу, что мы его ставим перед существительными, о которых уже говорилось ранее. Либо мы точно знаем, о чем мы говорим. «The car» – вот именно эта определенная машина. «The orange», точнее «the orange», да, потому что апельсин начинается с гласной буквы «o», и проще сказать «the orange», да, тут такое связывание происходит. «The boy» – конкретный мальчик. «The book» – конкретная книга. Ну и, собственно, примеры. «I see a car, the car is red». Я вижу машину, машина красная. «I see an orange, the orange is round». Круглый. «The boy has a book, the book is good». У мальчика есть книга, эта книга хорошая. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Пишите в комментариях, почему не понравилось или почему понравилось. Ну и поделитесь с друзьями, почему бы нет. Увидимся в следующем видео. Почему глаголы называются правильными? Да потому что они изменяются по правилам. Почему глаголы называются неправильными? Логично. Потому что они изменяются не по правилам. Всем привет! В прошлом видео мы говорили о неопределенном и определенном артикле. Потому что неопределенном два, определенный артикль один. И в этом видео мы поговорим о типах английских глаголов. Запомните следующее понятие. Правильные глаголы. Неправильные глаголы. Глаголы связки. Вспомогательные глаголы. И модальные глаголы. Почему глаголы называются правильными? Да потому что они изменяются по правилам. Какие правила, об этом мы поговорим позже. Почему глаголы называются неправильными? Логично. Потому что они изменяются не по правилам. Об этом мы тоже скажем позже. Что такое глаголы связки? Ну, на самом деле, он один. Это глагол be. Просто у него есть несколько for. И он связывает, в частности, подлежащее и сказуемое. И вспомогательный глагол. Это может быть глагол do и все его формы. Или глагол have и также его формы. Ну и примеры. Примеры. Возьмем правильный глагол look. Смотреть. Или выглядеть. You look nice. Ты выглядишь прекрасно. С местоимениями I, you, we, they глагол look окончание иметь не будет. Я смотрю или я выгляжу I look. Ты you look. Мы we look. Они they look. Но в третьем лице единственного числа глагол добавляется окончание S. He looks, she looks, it looks. Мы сейчас сказали только про время, настоящее, простое. То есть the present simple tense. У неправильных глаголов схема такая же. Например, глагол see. I see, you see, we see, they see. Я вижу, ты видишь, мы видим, они видят. Но he sees, she sees, it sees. Он видит, она видит, оно видит. Это видит. Ну, например, животное какое-то. Прежде чем рассматривать непосредственно времена английского языка, давайте уточним один момент. Бывают ситуации, когда действие выполняет подлежащее. Это активный залог. А бывает наоборот. Действие выполняется над подлежащим. Это пассивный залог. Как так-то, спросите вы. Отвечу примером. Мы любим Россию. Активный залог. Active voice. Russia is loved by us. Россия любима нами. Пассивный залог. Passive voice. В первом случае сказуемое выражено глаголом love в простом настоящем времени. Во втором случае сказуемое состоит из глагола связки be в простом настоящем времени, то есть это слово is, и смыслового глагола love в форме причастия прошедшего времени, который звучит как loved. Характерная составляющая пассивного залога – предлог by. Если сейчас не все понятно, просто вспомните, что было сказано в начале. Это, кстати, пассивный залог. Что было сказано в начале. What was said in the beginning. Здесь, правда, прошедшее время. Итак, давайте закрепим. Бывают ситуации, когда действие выполняет подлежащее, это активный залог, а бывает наоборот. Действие выполняется над подлежащим, это пассивный залог. See you in the next video. Увидимся в следующем видео. Всем привет! С вами канал Изысканный Английский. Я Максим Югин. Вы задумывались, как спросить по-английски, сколько стоит? Слушайте, у меня в детстве был вот такой пример для ответа на этот вопрос. How much is the fish? How much is the fish? Почем рыбка? То есть тобыча. Что мы здесь видим? После конструкции how much используется соответствующая форма глагола связки be, а затем то стоимость, чего мы хотим узнать. То есть кроме глагола be, других глаголов здесь нет. Однако можно спросить и немного иначе. Например, how much did the film cost to make? Сколько стоило снять этот фильм? Этот пример отличается от предыдущего тем, что после конструкции how much используется уже вспомогательный глагол do в нужной форме. Здесь это форма прошедшего времени did. Затем идет то, стоимость, чего мы хотим узнать, а потом еще и глагол cost, стоит, с глаголом make. Делать, создавать, производить в форме инфинитива с частицей to. В данном случае мы перевели make как снимать, потому что речь идет о фильме. В схему мы не включаем глагол make, потому что естественно на его месте может быть другой глагол, например, how much did the car cost to fix? Сколько стоило починить машину? Или его вообще может не быть? How much do this magazine cost? Сколько стоит этот журнал? Вот так вот. See you later. Увидимся позже. Привет! Вы на канале Изысканный Английский. И с вами я, преподаватель английского языка, Максим Вьюгин. Вы смотрите плейлист «Английский для начинающих» и тех, кто хочет разложить все по полочкам. В этом видео мы поговорим о том, что такое глаголы связки. В частности, мы рассмотрим три формы глагола be в настоящем времени. Как я уже говорил в видеоролике про виды глаголов, на самом деле глагол связка один – это глагол be, быть. Но у него есть несколько форм, и все эти формы нужны для того, собственно, чтобы связывать слова в предложениях, а именно, подлежащие со сказуемым. Например, I am a teacher. Am – это одна из форм глагола связки be. Дословно, предложение переводится как «Я есть учитель». Но в современном русском языке мы в данном контексте слово «есть» не используем, поэтому перевод получается проще. Я – учитель. Слово am, то есть данная форма глагола связки be, используется исключительно с местоимением I, то есть с местоимением я. Вторая форма глагола связки be – это is. Она используется с местоимениями he, she, it – он, она, оно, а также со словами, которые мы можем заменить на эти три местоимения. В основном это имена существительные, хотя здесь могут быть и прилагательные, и даже герундий. Но не пугайтесь об этом необычном для русского языка явлении, о герундии мы, естественно, поговорим позже. Итак, примеры со словом is. He is a teacher или Максим is a teacher, то есть он – учитель или Максим – учитель. Ну и третья форма – это are. Она используется с местоимениями you, we, they, то есть ты или вы, потому что у местоимения you два значения, а также мы и они. Мы – это we, они – это they. Например, they are teachers или Максим and his colleagues are teachers, то есть они – учителя или Максим и его коллеги – учителя. Пока все, see you in the next video. Свободное владение языком означает умение говорить, не задумываясь, без подготовки. Поэтому вот вам с ходу задание. Образуйте от этих утверждений вопросы. I'm an English learner. I learn English. В первом предложении I'm an English learner, кроме глагола связки be в форме m, других глаголов нет, поэтому для постановки вопроса m выносится в начало. Получается, am I an English learner? Во втором предложении есть смысловой глагол learn в форме present simple, то есть в настоящем простом времени. По правилам в опросительном предложении здесь должен появиться вспомогательный глагол do в нужной форме. получается, do I learn English? Так вот, кстати, как? Правильно, present participle, корявенько, это просто грех. Эй-эй, друзьяшечки, привет! За окном лето, но это совершенно не означает, что нужно забрасывать изучение английского языка. В одном из предыдущих видео я рассказал о пассивном залоге. Кстати, что это? Правильно, это когда действие выполняется над предметом. К примеру, English is learned by us. Если мы будем переводить дословно, то мы скажем, английский изучается нами, но по-русски это звучит корявенько, поэтому мы скажем, мы изучаем английский язык. Так вот, в пассивном залоге используется что? Правильно, причастие прошедшего времени. Оно же второе причастие, оно же past participle. Если мы будем рассуждать логически, то мы придем к выводу, что раз есть второе причастие, значит, должно быть и первое причастие. Так что же такое первое причастие? Кто знает, может смело закрывать это видео и переходить к своим насущным делам, а кто не знает, для тех специально я расскажу. Итак, причастие первое, оно же причастие настоящего времени, оно же present participle. Это такая форма глагола, у которой на конце ing. В простонародье это инговое окончание. Если форма причастия прошедшего времени, past participle, образуется, кстати, как? Правильно. С помощью окончания иди у правильных глаголов, у неправильных мы смотрим в таблице неправильных глаголов, либо вспоминаем, что там написано. У используемого нами глагола learn, третья форма звучит как learned или есть еще форма learned, а форма первого причастия будет, соответственно, звучать как learning, и переводиться будет как изучающий, то есть learned или learned – это изучаемый, learning – изучающий, то есть, соответственно, I am a man learning English. You are people, learning English and other languages. Я – человек, изучающий английский, вы – люди, изучающие английский и другие языки. Инговое окончание используется еще в герунде, но об этом в следующем видео. Что ж, я желаю вам прекрасного, замечательного, теплого, душистого, зеленого, цветущего лета. Отдохните как следует, чтобы в новом учебном году, если вы школьник или студент, ворваться в учебное заведение с новыми силами. Если же вы взрослый, я вам также желаю хорошенько отдохнуть, по крайней мере, отдыхать в выходные, потому что в такую погоду не заглянуть в лес, в котором я сейчас нахожусь – это просто грех. See you next lesson. Bye. Собираясь в лес, не забудьте про меры предосторожности. Ну, всякие там змеи, комары, клещи там и так далее. Вот и настало время поговорить про герундий. Лично меня всегда веселило это слово – герундий. По-английски – gerund. Если вкратце, то это такая конструкция, точнее даже просто слово, которое обладает функциями как глагола, так и имени существительного. Поясню на примере. Как сказать по-английски «я люблю кататься на велосипеде»? Сделать это можно как минимум двумя способами. Первый вариант. I like to ride a bike. To ride в данном случае – это инфинитив глагола с частицей to. Второй вариант. I like riding a bike. Riding в данном случае – это и есть тот самый герундий. Герундий образуется с помощью окончания ing. Дословно riding в данном случае переводится как катание. Но по-русски мы не скажем «я люблю катание на велосипеде», а скажем «я люблю кататься на велосипеде». В английском же языке возможны оба варианта. I like to ride a bike и I like riding a bike. See you in my next video. Увидимся в моем следующем видео. Смотрите продолжение в следующем видео.